Фрунзенский мост буквально надвигается на Самару в хорошем смысле этого слова. Завершился третий этап надвижки пролетного строения. Конструкцию весом почти в 3000 тонн передвинули еще на 28 метров над водой. Технология надвижки требует высокой точности и постоянного геодезического контроля с нескольких точек. Тысячетонный пролет передвигали 4 домкрата. Сейчас строители начали сборку металлоконструкции 4 секции и в конце августа ее планируют также надвинуть над рекой. Также у нас на сегодняшний день готовы уже 6 из 8 опор моста через реку Самара. На двух оставшихся проводятся работы. Это третья и четвертая опоры. Нарастить пилоны, возможно легкие материалы. Легкие конструкции сделать, нарастить еще примерно, еще на столько, да. И оттуда легкие тоже рассыли, что-то полегче. Класс, что-то можно все проработать, я считаю, надо, так же, проектировщикам поставить задачу. Для того, чтобы он будет смотреться намного лучше, это точно. Мост – часть большого проекта по строительству транспортной развязки в южной части города. Он необходим для развития городских районов по обеим сторонам реки. В частности, Новокуйбышевска и Южного города, в котором будут жить сотни тысяч человек, отметил губернатор Николай Меркушкин. Конечно, в этом смысле Кузинский мост исключительно важен. Для того, чтобы люди могли в нормальных условиях жить, не в такой, скажем, стесненной среде, и быстро, за 20-30 минут попадать практически в любую точку города Самары. Ну, по крайней мере, в центр Торчина. По проекту у Фрунденского моста планируется до шести съездов в историческом центре Самары. Этот район важно сохранить как культурное наследие, и при этом обеспечить хорошим транспортным сообщением, отметил губернатор. Также он поручил строителям рассмотреть возможность запуска по мосту легкого трамвая. Проект должен быть представлен в течение месяца. Темпы строительства остаются высокими. На площадку привезли все 9 тысяч тонн металлоконструкций, а также из федерального и областного бюджетов дополнительно направят по 400 и 250 миллионов рублей. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.